Снова мы в творческой мастерской И сегодня я хочу показать окончание картины Вернее данного панно с текстом Казалось бы, на первый взгляд, что в данной работе ничего больше не нужно Всё выполнено Рваные края Вырезанный текст Но я хочу, чтобы Вот эта вот пустая площадь Выглядела Немножечко Более рваной и корявой Для этого Я выбрал несколько резаков На своё усмотрение К примеру, можем ещё добавить Вот такой уголок Для начала Мы сделаем самые большие выборы Потом меньше, меньше и меньше Итак, смотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В некоторых местах На своё усмотрение Я проделываю более сильные выборы Вдоль волокон Крупной выборкой Особенно в районах Больших трещин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сравните разницу потом То, что было И то, что сейчас станет Можно между букв Тоже Придать Некоторые выборы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подрезаем Косяком или топориком Продолжим Продолжим эту ямку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этой стороны Также подрежем её Есть места, где прямо видно, что просится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просится сделать Канавку такую Вот особенно здесь Трещина длинная Мы сделаем такую выборину Потому что дерево должно Казаться Казаться подгнившим Казаться подгнившим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так Когда я прошёлся Большой стамеской Можно где-то поменять Инструмент Поработать немножко между букв Потому что Некрасиво будет смотреться Если будут выделены только края Сильно Потом Можно взять Поменьше Диаметром Или радиусом Выборочку И так же Пройтись Рядом Как бы Задать Такие сопутствующие Линии Особенно где трещины Поменьше И радиус И радиус Поменьше Инструмента ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так можно продолжить. Линию от большой стамески, более узкой, чтобы заужать ее хвосты. Если мы видим, что литкой идет в одну сторону неправильно, мы переворачиваем и добиваем ее к другой стороне. ДИНАМИ 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 Переходим сейчас к другому инструменту. Возьмем теперь узенькую стамеску и придадим вот такие вот линии. Тоже выборочно, без наляпистости. В некоторых местах, чтобы это смотрелось изящно, тонко, красиво. Линии должны быть глубокими. ДИНАМИ Где-то можно не по всей длине, а короткую такую раз. И все. Где-то можно провести ее в середине, где проходила большая стамеска. ДИНАМИ Выделяем особенно края. Маленькие трещины. Маленькие трещины. Такие действия хорошо выручают. Особенно, когда есть ненужные следы от топорика. Когда я вырезал буквы, мы избавляемся такими маневрами стамеской. Маленькие трещины. ДИНАМИ подрезаем добиваем смотрим как это со стороны выглядит есть вот такие вот между букв пробелы тоже заполняем их следами от стамески вдоль волокна без фанатизма конечно берем наш уголок и также проводим линию одну рядом вторую покороче опять линию одну вторую и третью коротенькую и так переходим от места к месту можно делать совсем коротенький по длине и входит в букву выходит из буквы все на ваше усмотрение и так дорабатываем уголком можно также трещинки удлинять подбирать углы задирать углы на работе в ингейсмусом прокрашиваю в начале когда много на кисточке воды морилки я имею ввиду она на водной основе прокрашиваю между строк чтоб не оставалось пятен чтоб главные места были черные более там размазываю ли полюбит воду впитывать я не хочу этого ну что начинается потом не очень красивые эффекты напухание дерева где не достает большая кисточка потом дорабатываю более маленькой мелкой то есть для рисования сейчас наша картина преобразится после того как я покрашу она высохнет и я шлифану это все сверху наждачкой тоже без фанатизма больше всего буду шлифовать буквы а все что вокруг так еле-еле придам только верхушкам основные черты такие будут светлые и все картина на наше усохло значит две наждачки на войлоке одна помельче одна покрупнее значит сначала крупный сбиваю на буквах морилку добила а потом мелкой прохожусь прошелся я по буквам теперь возьму совсем мелкую на дачку и буду проходиться по вершкам по краям подчеркивая то есть я не хочу чтобы фон сливался с буквами но я хочу придать ему немножко старости и подчеркнуть вот эти вот вершки которые я делал выборками и это делается совсем мелкой наждачкой можно взять допустим вот помельче и края подчеркнуть посильнее сами края а потом селька подчеркнуть вершки все этой шероховатости слегка слегка очень мелкая наждачка ею кстати можно и буквы тоже проходить снимая царапины от более крупные наждачки тогда получится просто супер друзья вот оконцовка того что я хотел получить посмотрим поближе можно рассмотреть теперь как это выглядит под покраской морилкой больше ничем я не красил благодаря шлифовке я вышлифовал так что она гладенькая вот так ее трогаешь она гладенькая гладенькая вот таким вот образом разными стамесками я делаю вот такие рваные края и очень оригинально смотрится контур как обычно резан не хромом всем хорошего настроения пока